Здоровки, Амиго! Рад приветствовать тебя на канале Амиго, и сегодня у нас реакция на буджать, а мультиплеер Call of Duty Vanguard? Погнали посмотрим! Да, 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 этот прикол еще мы у Дениса Карамышева отметили, как он просто долго-долго просто бежал. Это было что-то с чем-то. Только я этот момент вырезал. И за не слайкали нафиг. Потому что музыка была бихапи. Из-под гузников. Мультиплеер Vanguard? Мультиплеер Vanguard такой же, как мультиплеер Cold War, который как мультиплеер Modern Warfare, который как мультиплеер Black Ops 4, который как мультиплеер... Играя в любую из последних Call of Duty, время буквально останавливается. Ведь все они дарят один и тот же опыт отсасывания ради веселья. Почти всегда так было, но если раньше я просто сосал, то в этот раз я сосал задумчиво. Пока ты не откроешь определенный приклад для своей пушки, ты будешь сосать. И боже упаси, отсасывай за приклад на глибовую пушку. Ведь ты продолжишь сосать, уже отсосав, и начнешь отсасывать за приклад для другой пушки, еще и с грустью в глазах. А Бобби котик не любит, когда его шлюшки грустят. Улыбнись, крошка, не все так плохо. Если твои губы устали сосать несколько часов в ряду, то твой любимый сутенер уже открыл для тебя двери магазина, где лежат прекрасные готовые чертежи, с помощью которых ты наконец-таки сможешь поиграть на равных со всеми остальными. Ого. Алло, да, Бобби котик, здорово, да. С какими деньгами? Я тебе нихера платить не буду, иди нахер, Бобби, блядь. Какой еще костюм Гачимучи? Угу. Бобби, давай я подумаю, перезвоните. Костюм Гачимучи. Ну конечно же тебя никто не заставляет покупать, ты что, продолжай сосать, не отвлекайся. Тем более в ангарде на одном оружии сколько? Никто не заставляет. 8 модулей, 25, у тебя много работы, детка. Вы только посмотрите, что это? Тут сколько отверстий надо заполнить, чтобы что? Я играю в Call of Duty Manager, блядь? Мне надо сидеть, дрочить, типа патронов? В Call of Duty, блядь? Делать из своего автомата вот это технологическое чудо? Меня кто-то уже не готовило, простите. Я надеюсь... Хорошо, хорошо. Чтобы играть нормально. В том? В том, да? То есть теперь от тебя... Хорошо подметил. Скилл? Выкинет умерзость на помойку. Ты что, задрот? Боишься ебли? Может ты еще и карты изучить хочешь? В смысле, дурак? Тут каждый квадратный метр простреливается с 8 сторон. Блядь, стреляй наугад. Теперь ты должен насосать на билды, которые роялит, чтобы было не вот так вот, а примерно вот так вот. О-о-о! Или вот так вот. Какого? Хочешь? Соси. Или покупай. Или делай то и другое одновременно, у тебя столько возможностей. Бобби Котик, слушай меня. У меня есть прекраснейшая идея, после которой тебя все полюбят. Ты станешь новым законодателем мод в индустрии. Слушаешь? Задержи дыхание. Call of Duty Auto Battler. Ты с другими игроками цепляешь разные обвесы на оружие, потом выдаешь это оружие ботом и следишь, чей билл победит. Блядь, гениаль! Бобби, это лучший момент матча! Мне стандартный 30% захода, пожалуйста. Купим по золотому унитазу, где будем складировать свои идеи. В Call of Duty теперь не надо играть, чтобы прокачивать... Просто на тебе жопа. В Call of Duty теперь надо прокачивать вот это. И еще вот это. Камон. Камон, просто камон. Сразу видно, что в игре важнее. Теперь официально вокруг этих полосок строится весь геймплей. Я не против прогрессии, это замечательно, но никогда она заменяет собой все остальное. В, казалось бы, соревновательном шутере нет, собственно говоря, соревнования, блядь. Большинство матчей выглядит вот так. Кто разрешил Вьетнам, блядь, остановить их дело? Хотя нет, одно соревнование все-таки есть. Соревнование по отсасыванию. И вот когда ты уже отсосал свое, когда ты понял, что расти как игрок в этой игре не надо, а значит и относиться серьезно к пангарам. Уже и мастера, наверное, есть уже в этом деле. Веселый Call of Duty, сказал бы я, но есть еще темп игры. Мать твою, я могу просто пострелять без нюансов, а? Бобби, сука, блядь. То есть ты по наитию свыше взял и сделал разный темп игры с разными количествами. Великолепная идея, без шуток. Но, блядь, ты ж Бобби котик. Тебе надо заспидранить создание игры, а не пройти его по этапу. Отмечу. Отмечу, отмечу. А булжать сложно вывести. Но возможно. И когда его так бомбит, значит его бомбит конкретно. Это я вам точно скажу. Так, как человек, который смотрит уже давненько булжать. Это ж надо было так вывести человека. Камон. Когда ты играешь 6 на 6, так называемый тактический, блядь, режим, это лучший Call of Duty в истории, если забыть все остальные Call of Duty, конечно. Но тут есть 12 на 12. И никто не сделал карты для 12 на 12. Все играют на тех же картах, где максимум это явно 6 на 6. И ты играешь вот так вот. Я так в Battlefront играл второй. В Star Wars. Сука, дай, дай, блядь. Да ёб твою мать, блядь. Бобби, спаси, я отсосу все, что хочешь. На любой карте с 12 на 12 ты убиваешь кого-то. Если повезет, тебя тут же убивает второй, его убивает третий. И так по кругу. Иначе никак. То есть, тебе надо отсосать, собрать билд, собрать перки, осознать, что от тебя нужно лишь базовое знание управления. И только тогда ты получаешь тупой фан. Как в Call of Duty Mobile на туалете. Тебе не нужно изучать игру. Если ты умер, если ты не попал по противнику, то возможно это не потому, что ты криворукий и тебе надо бы поднаторить, а потому, что прицел на пушке не тот, ты не виноват, ты просто не насосал. Когда от тебя так мало зависит, тебя перестает радовать первое место в лидербордах. Интерес к игре теряется уже через две недели. За это время Call of Duty исчерпывает себя полностью. Ей нечего предложить, кроме сосания. И при этом у тебя остается привкус соевого продукта во рту. Веселого, безобидного, фэмили-френдли продукта про вторую мировую войну с расчленением плоти, где лучшим игроком матча может стать человек, который нихуя не сделал. Каждый может стать лучшим, совершенно не стараясь. Вильга Бобби, спасибо. Так что если в этом плане сравнивать в ангаре с филдом, то кстати о батлфилде. А, ну давайте еще немножко подождем. Не, вот это действительно, конечно, классно, открытый мир, все дела. Я более чем уверен, это многих выбесило. Сто пудово. Прямо сто процентов. Столько людей это выбесило. И зачем только это надо было? Серьезно, камон, блин. Да, хорошо, хорошо. Последний раз такой взрыв эмоций отбуджать я видел только на... Да, на Страже Галактики, по-моему, было, да. На Страже Галактики игра. И, по-моему, если не ошибаюсь, вроде именно у буджати я еще посмотрел про... А, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Только там он не бомбил, а поржал с GTA-шки. Ремастеринга. Ремастеринг. С него, по-моему, весь интернет, весь YouTube поржать успел. С ремастеринга, ремастеринга, вот это все темы. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. И увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok